Будь уважливым на дороге, кольки не закликай, а некоторые на это слово ниякой уваги. 53% дорожно-транспортных зарядов, которые отбываются в Гомеле, связаны с наездами на пешеходов. И только у 20% этих выпадков вина самих пешеходов. Практично все остальное можно отнести до так званого агрессивного ваджения. Было и главный плюс у такой ситуации. Огольное изменение количества дорожно-транспортных зарядов в Гомеле с начала этого года 112 на 19 меньше, чем лета. При этом кольки загинувших поменьшилась амалю двоя. У дяж аутоинспекции такую статистику тумажить шерохам причин. По-перше, поширили некольки улиц, причем на некоторых ящей подземные пешеходные переходы обсталевали. У вынеку их пропускная сдольность поэлечилась в некольки разов. А про чатаго негде заменили асфальт, негде зарабили транспортные кольца. Искравый приклад в улице Кирова, где наезды транспорту на пешеходов больше не региструются. Правда, кали ехать по Гомеле стало больше зручно и беспечно, то спыниться часто просто немаде. Зараз у Гомеля наличивается больше 160 тысяч аутотранспортных сродков. Места для парковок для усих просто не хапая. При градостроительстве, я думаю, что этому городу будет делаться внимание большое. Есть у нас возможности, значит, уже есть в республике паркинги, которые, будем говорить так, устанавливаются. Есть, к примеру, в городе Минске, в других местах. Поэтому необходимо брать за пример. У нас это делается в городе. Я думаю, тогда этой проблемы будет меньше. Разом с этим, реализация этих планов одним годом явно не обмежуется. На посаджение Гарваканкама констатуется, по причине отсутности сродков, все это не отремалось у полном объеме, выканность планы по доброупорядкованию тротуаров, установке лонкового осветления, будавницей транспортных кольцев. Кошт пытания – 250 тысяч рублей. Хочу плане дорожной безопасности не все вымирается финансами. У транспортных предприемств, например, на диспансерные улики поставлены усе водители, которые имеют высокий артериальный тиск, а контроль за станом алкогольного опьянения усмотренны. На жаль, и такие выпадки усеющие не выключения. У Гомель Абал-Аутотрансе от работы сегодня отхилили двух человек. У Гар-электротранспорте трех. А про чатаго активизована работа доброохотных дружин, которые только в этом году выявили кле 400 фактов порушения правил дорожного руха. И еще одно пытание, на какое планыется звертать больше пильную увагу, створение инфраструктуры для велоаматоров у речи Гомель повинен быть комфортным и беспечным для усих. В настоящее время уже выполнены ряд работы по понижению бордюров и устранению аварийной ямочности. И уже планируется в первом полугодии 2017 года организовать достаточно большое количество велодорожек. Олег Сентюров, Владимир Игорь Панько, Телерадо, компания «Гомель».